Всем привет! Наконец-то я нахожусь уже в грозе. У меня здесь творческий беспорядок, потому что наверху уже идет ремонт, запчасти, все стоковые, которые сейчас уже стали лишние, я их все забрал, положил в уголочек. В сегодняшней серии будем заниматься уже автосветом. Вы все понимаете, пацаны, что свет это такая важная конитель, потому что лабач у меня тонирован, тонирован жестко. И когда уже темно на улице, с хорошей фарой будет лучше, комфортнее ездить. Сразу скажу, двадцаточкой я бы не рекомендовал бы тонировать, но потому что темновато. Так что оптикой мы займемся. У нас будут стоять противотуманные фары здесь. Здесь у нас габаритки вообще не горят, я вам позже покажу. Ну и будем все ставить, конечно же, по фэншую. Уже ксенона не будет, но есть такие лампочки, которые мне товарищ китаец уже давно прислал. И они такие галогенные, мощные. Говорят, что светят не хуже, чем ксенон. Мы будем проверять. Давайте вообще расскажу про машину. Загнал ее в гаражик. Каждый день завожу, чтобы она на холостых хотя бы работала. Там час-два стоит, молотит. Потихонечку езжу. Ну, обкаточка есть обкаточка. Сильно не погоняешь. Так что у нас опять немного гаражные будут выпуски. Пойдемте смотреть вообще, какие у нас лампочки есть. Есть бампер вам покажу. Пойдемте, все быстренько посмотрим. Вот такой вот бампер прислал Time Turbo. Запакован, уже лежал дней 10 у меня в гараже. Так что уже любопытно посмотреть. Он же был сразу же в цвет. Напомню, крыло мы поменяли. И он был тоже в цвет кузова. Идеально попало. Надеюсь, бампер также будет идеально попадет. Что касается выхлопной системы, пацаны, это просто атаст. Так ездить нельзя. Будем переделывать. Будем покупать резонатор. Ну, реально, ну, надо уважение иметь на дороге. Так и ездить невыносимо самому. Орет просто. Ну, надо все переделывать, пацаны. Это не так, конечно же, долго, затратно. Это все быстренько делается. Отпилим, варим, поставим. Но это чуть позже. Вот такие вот у меня есть лампочки. Просто их дофига всяких лампочек. Это китаец мне присылал их. И будем мы ставить. А которых ламп не хватает. Привезет нам Максим. Все вы помните. И Марк он мне делал. И Приор. Ну, все машины делают Макс. У него магазин автосвета. Так что вы можете к нему тоже обращаться, если что-то хотите купить, поставить. Он занимается установкой ксенона. Ну, короче, проверенный человек, который делает мне не одну машину. Я, конечно же, к нему обратился. Так что позже он подъедет. И уже будем вместе делать туманочки, чтобы все по фэншую машина не загорелась. Ну, а сейчас давайте посмотрим, как сейчас светят фары. Это потому что немаловажно. Включаю габаритки. Здесь ничего не горит. Здесь ничего не горит. Но вы сами должны понимать. Ну, это просто жопа. Полнейшая жопа. Сзади стопак не горит. Мне часто в комментарии писали, что Денчик, у тебя стопак не горит. Да я, пацаны, знаю. У меня была цель турбо. Вы сами понимаете. Турбина есть турбина. Все сделали. Можно заниматься мелкими недочетами, пока машина на обкатке. Так что все, разберемся с этим совсем. Сейчас помоем машину, потому что чумазая. Уже три недели стояла в боксе. Там пыль, грязь. Так что сполоснем и приступаем к работе. Так, братцы, сейчас будет первый запуск корча, пока он стоит здесь в гараже на холодную. Сразу скажу, через три секунды вы просто кортавого дрыща просто не услышите. Он просто растворится в этой темной машине, потому что выхлоп это просто, ну я не знаю, ну бомба. Я не знаю, прям атомная бомба. По ушам так режет, что ездить невыносимо. Так что давайте пробовать. Чик. Насос качает. Все хорошо. Ну все, пацаны, до свидания. Кортавого сейчас больше не услышите. Это он еще на прогревочном. Не знаю, как это передается. Камера, вот эти басы. Ну, ездить, ездить, конечно, тяжело. А если маленечко, вот сейчас я оборотов поддобавлю. Это просто он на хвост их еще работает. А если немножко сильно не газую, не газую сильно, потому что обкатка есть обкатка. Но это жопа, пацаны. Будем переделывать все. Выгоняем тачку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, братцы, задача минимум. У нас уже выполнена машина чистая. Даже ее протирать не стал. У нас реально, я не знаю, май месяц. Я просто вам завидую, когда вы мне пишете, что я, Вася, типа в шортах гуляю. Хотя я вот в штанах, у нас холодно, у нас дождь. Что-то погода не радует. Давайте я сейчас включу ближний свет и покажу вообще, как на данный момент фары горят. И как они потом в конце серии у нас будут гореть. Так, пацаны, смотрите. Включаю габаритки. Ничего не происходит же. Ничего не происходит, потому что они нафиг не горят. И стрёмно, конечно, так есть. Включаю ближний свет. Вот так вот с ближним. Вроде бы они горят, лампочки. Но вы сами должны понимать. Но это все лажа. Если это у тебя не ксенон, если у тебя не мощные лампочки. И ты еще вдобавок вкатанный. Так что будем заниматься как раз автосветом в этом выпуске. Ну и новый бампер нас ждет. Сейчас будем его распаковывать. Вот он, наш бампер. Как всегда, упакован от души. Так что, Тайм Турбо, спасибо вам за это. И, пацаны, когда вы покупаете запчасти, не забывайте говорить промокод. Там есть строка, где ввести промокод АБРАМ. 7% скидочка, наличия не бывает. Ссылочка, конечно, будет в описании. Давайте скрывать, смотреть. Надеюсь, они меня так же порадуют, как и с крылом. Что в цвет попадут идеально. Вот это я переживаю. Ну и честно, вот лежит уже дней 10. Не открывал, пацаны. Ждал вас, чтобы на камеру посмотреть. И уже поделиться своими впечатлениями. Даже не знаю, как он выглядит. Так что, погнали. Пацаны, выглядит круто. Не зря вы меня просили, когда у меня была первая приора. Я сегодня решился менять бампера. Вот он, пацаны, бампер от второй приоры. Ну, я уже в предвкушении, когда его туда воткнул. У нас есть еще решеточки. Решеточки я купил под сотые. Вы сейчас позже посмотрите. Они как улей такие. Я просил, чтобы без значка мне прислали. Ну, чтобы пацаны не знали, там бабульки не знали, кто это автоваз. Подумали, что Денчик на гоночной ракете на какой-то едет. Сейчас я вам позже решеточки покажу. Ну, а так, вроде бы, как всегда, в цвет покрашен. Покрашен вроде бы неплохо. Задний бампер я не стал менять. Ну, реально, не вижу шива на мыло менять. Уже пусть старый стоит, какой есть. Самое главное, морда. Чтобы морда агрессивно, красиво смотрелась. С этим, я думаю, конечно, будет все-таки посимпатичнее. Вот здесь вот под туманочки. Они просто откручиваются. Ну, вроде все продумано. И сейчас я вам туманочки покажу. Тоже хорошие. Купил туманки. И туда лампочки, как всегда, будут булатные стоять. И на этом не все ништяки. Вот такие вот туманочки. Под туманки там тоже есть такая форма, куда это все вставить. Туманки вроде бы мне, как писали, бошевские я должен был получить. Но на бош это что-то не похоже. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Ну, вроде бы неплохая туманочка. Лампочку мы не заменим. В комплекте лампочка шва. Это будет у нас решетка, которая нижняя. Все-таки мы, наверное, поставим, если интеркулер не будет мешать. Вот снизу, с той стороны она устанавливается. Вот так вот. Видите, пацаны, улей. Выглядит четенько. Ну и самое главное, я просил, чтобы вот эту вот решетку основную, которую я попросил, давайте без значка. Ну, все-таки у меня гонка, пацанская тачка агрессивная. Не хочу, чтобы автоваз этот был. И, ну, за решетку просто стоит поблагодарить. Тайм Турбо очень крутая, очень сильно понравилась. Она как у Хонда Аккорд, я не знаю, по-моему, седьмое поколение. Я, честно, не помню, какое поколение. Но выглядит, смотрите, как круто. Ну вот, примерно так, когда я закреплю. Ну, просто улет. Вот, вы посмотрите на старую, что у меня сейчас. И посмотрите на новый бампер. Я уже поскорее хочу это все поставить и с туманочками подсоединить. Так, братцы, когда я на первой еще приори ставил другие лампочки противотуманки, много было вопросов, типа, Денчик, где взял, где урвал, почем, какие. Ссылочка будет в описании. Ну, либо не будет. Не знаю, как Максимка, конечно, мне постарается сделать. Да будет, я шучу. Вот такие вот штатные противотуманочки. Лампу я снял. Это вот штатные стояли. Но обычные желтые, стрёмные, не пацанские. Нам такие не подходят. И вот, какие я приобрел. Приори у меня тоже раньше такие стояли. Это диодные. И с линзой уже идут. Видите, тут такая линза, а тут диодики. Приехал в два раза уже Максим. Приветствую, Макс. Тебя лишний раз уже представлять не надо. Кто давно смотрит, все знают. Макс уже не одну машину сделал. Ну, Макс, ну что, тебе, в принципе, задача ясна. Надо сделать, чтобы пацанчики с района уважали. Светило, ярко. Ну, в общем, как и всегда, план работы нам понятен. Да? Примерно то же самое, как и с предыдущей приорой. Так что смотрите, что у нас получится. Примерно то же самое, как и всегда. Ну, все, работы наши завершены. Стоит подвести какой-то итог. Скажу сразу, вот эти противотуманки запараллелили с габаритками. Сделали все качественно. Ну, чтобы, конечно же, не было пожара. Все технологии были соблюдены. Теперь, когда включаешь габаритки, загораются габаритки и туманки. Что касается бампера, ну, это просто бомбезно, пацаны. Машина преобразилась, посвежела. Ну, не зря вы мне советовали все смени, 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 смени. Вот, пацаны, и эта решеточка вписывается. Ну, просто круто получилось. Вы, конечно, скажете, типа, с хромом не сочетается. Что за колхоз, Денчик? Ты что, колхозник, что ли? Ваша любимая фраза. Нет, пацаны. Будет скоро антихром. И еще ништяки кое-какие уже здесь в голове сидят. Так что мы это уберем. Сделаем тоже вот эту саблю уже черную. Ну, как вы помните на первой моей приворе. Все будет по феншую, по технологии, ну, по высшим традициям. Теперь осталось, что нам, пацаны, показать результат, как они светят. Так что давайте я вот сейчас включу. И вы сами посмотрите, что было в начале серии. И что стало сейчас. Ну, что, пацаны, сначала включаю габаритки. Габариточки включены. Вы сами все видите. Все загорается. Теперь каждая лампочка работает. Ну, и туманки. Туманки, конечно, они, ну, придают солидности. Ну, а теперь ближний свет. Он светит не хуже, чем ксенон. Смотрите, что получается. Ну, просто сказка. Что у меня до этого раньше было? Это желтизна. Ну, просто что попало. Сейчас свет я выключу позже. И посмотрите вообще, какой у него пучок света. В принципе, можно ксенон не ставить. Я вот уже на своем опыте посмотрел. Сейчас я вам покажу коробку. Кто захочет, может, такие же купят. Но это не реклама, а просто как совет. Ну, светит бомбезно. Ну, и пойдемки по задней части автомобиля. Посмотрим. Там тоже все уже изменено. Что касается задней части автомобиля. Давайте также включим габариточки. Все работает, да? И тормоз нажимаю, пацаны. Все видно. Все работает. Уже не стыдно, не стыдно ездить. Ну, и, конечно же, это диодики. Подсветка номера диодная уже. Ну, вы сами знаете, желтый цвет я не люблю. Это как-то машину старит, что ли. Ну, это уже старые технологии. А когда вот такая беленькая подсветка, это просто бомба. Так что все, пацаны. На этом сегодняшняя серия подошла к завершению. Уже поздно. Ну, а в ближайших сериях будет еще все намного интереснее. Машина еще преобразится. Я в этом уверен. И, конечно же, антихром будет. Потому что с передним бампером не сочетается. Но сейчас давайте я выключу свет в гараже. И посмотрите пучок, как светит ближний свет. Ну, все. Все сделали. Спасибо большое, Максим. Ты, как всегда, на высоте. Все на высшем уровне. Есть были какие-то трудности? Или у нас уже все по шаблону? Давай, это, приора только будем заниматься. Другие машины нафиг их делать. Уже шаблон, уже рука набита. Ну, к твоему мнению, Макс, как вообще? Да я не знаю. В принципе, здорово обновился автомобиль. Сразу за счет диодов, за счет белого света. Когда с тонировкой с такой, Макс сел в машину и говорит, что-то у тебя темновато. Да, темновато. Привычки есть. Да, самое главное, чтобы видно было на дороге сейчас хорошо с такими фарами. Так что все, на этом наша серия подошла к завершению. Если хотите купить такие же ништяки, Макс, ну давай тыкусь кашь про свой магазин, чудо-магазин. Занимаюсь автосветом, продажей автосвета, установкой, также автоаксессуарами. Мы находимся в городе Новосибирске, улица Широкая, 38А. Ну, короче, Макс, проверенный поставщик ништяков на машину. Все делают качественно, пацаны, обращайтесь. На этом у нас все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok